Сегодня с вами сделаем ободок из вот таких маленьких цветочков. Здесь в ней три скомбинированные, и мы соберем ободок, либо можно носить прямо как ободок, либо как веночек, вот так вот. Для этого нам понадобится три цвета фоамирана, я взяла фиолетовый, розовый, белый. Также понадобятся фигурные ножницы, простые, зубочистка, линейка и горячий клей. Итак, давайте начнем. Всего на один цветочек уходит по шесть лепестков. Я уже сделала заготовки, сейчас вам покажу. Ширина и длина лепестка 1,5 см. В конце я скажу, сколько у меня ушло заготовок. Вот именно от таких. Теперь вырезаем наши квадраты. Обрезаем концы и загрубляем нашу форму. И такой лепесток у нас готов. Так проделаем со всеми. Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу вырежем вот такую заготовку, основу, которая будет закрываться наше дно у цветов. Для этого берем белый фоамиран и вырезаем квадрат 3,5 см. С помощью фигурных ножниц мы вырезаем круг. Чтобы лучше резалось, лучше брать несколько заготовок и вырезать друг на дружку. Складывайте их, то есть, и вырезать. Даже можно вот так. Он лучше будет резать. Теперь мы соберем наши цветы. И должны получиться вот такие вот заготовочки. Как мы их собираем. Давайте вот эту длину, чтобы не мешало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Делаем остальные два цветочка Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Теперь переворачиваю нашу заготовку, на дно наношу клей и приклеиваю нашу основу. Теперь на края я наношу клей и заклеиваю их внутрь и так с трех сторон. Немножко подержите, чтобы клей схватился на уголках. И вот такая заготовка у нас готова. А теперь можно уже собирать наш ободок. Начну примерно с такого волоса, отступлю сантиметров три и если останется заготовка, я еще добавлю. Можно начать с самого начала, как вам удобно. Если вы будете прятать за волосы, то можно край оставить. Так, отступаю, наношу клей, приклеиваю. Лучше приклеить вот так, таким образом, чтобы один цветочек начинал нашу выготовку. Вот здесь еще лучше скрепить фоамираном, в конце с вами сделаем. Так, теперь я буду чередовать. Сначала два, теперь один, чтобы красиво смотрелось. И тут также два открытых. Цветовой гамме я буду чередовать. Смотрите, если у меня закончился фиолетовый, ну крайний, то я начинаю, например, с фиолетового. Теперь буду чередовать. Начну с розового. Теперь белый. Видите, будет как будто вот так вот продолжение по двоечкам. И что из этой светострелы будет разная цвета. Можно, например, сделать все в одном порядке, то есть не меняя, как вот именно цветы. Цветы располагать, но чтобы прям было все в одном порядке. Я решила так немножечко их перемешать, чтобы посмотрелось так вот разнообразно. Все делайте по своему вкусу. Можно наоборот. Например, давайте попробуем. Может быть так будет даже лучше, чтобы цвета вообще не повторялись. Теперь у нас розовый. Вот так получается будет, что в одном порядке. Ну то есть можно делать, в принципе, как вы хотите. Эта роль не играет, он будет смотреться так красиво очень. И я пойду, как вы можете делать. Ну вот и вот. У меня остаются заготовки, поэтому я добавлю еще до самого края. И сейчас скажу, в общем, сколько у меня ушло. Из этого края также добавляю еще одну. Одна даже у нас осталась. Ушло у меня 16 вот таких готовых заготовочек. Мне кажется, будет красиво носить, если вот так вот венок на голову будет очень красиво. В принципе, как и ободок тоже. Теперь для закрепления, если вы очень аккуратно будете носить, то в принципе можно так и оставить. То есть, если, например, делать для ребенка или на заказ, то лучше это все дело закрепить. Потому что ободок очень тонкий и есть вероятность, что отклеятся наши заготовки. Теперь у меня ободок здесь тканевой основы. В принципе, он держится очень хорошо, но все же я закреплю. Я из белого фоамирана вырежу совсем небольшие вот такие полоски. И с помощью полос я вот так каждую заготовку закреплю, видите, с помощью клея. И с помощью клея. Таким образом мы закрепляем. То есть, этого совсем не будет видно, но уже очень хорошо держится. Итак, закрепим все наши полоски. Таким образом мы закрепим все наши заготовки. Продолжение следует... Продолжение следует...